Субтитры создавал DimaTorzok Сидя в одной комнате, переписывались письмами Но это все шутки На самом деле вам действительно нужно разобраться в том, как в самом солиде существуют привязки И тот принцип, что первая деталь, которая вставляется в сборку, она имеет приоритет и она становится зафиксированной То есть она вставляется и сразу идет зафиксированной И вращать ее в контексте сборки мы не можем передвигать, только если мы ее не освободим От того, чтобы сделать такое сопряжение, как в том уроке Евгения, который вы скидывали с YouTube Ну как раз тут очень наглядный такой пример Я в своих уроках всегда стараюсь не пропускать даже простые какие-то моменты Чтобы не возникало вот таких как раз недопониманий Потому что даже если делается какой-то урок, который подразумевает, что вы уже знаете какой-то материал То если мы делаем очень много опущений, то возможно человек скачал только этот урок И он уже имеет какие-то базовые знания в Solidworks И просматривая этот урок, у него могут возникнуть какие-то недопонимания И в принципе целостности материала у него не получится Поэтому я стараюсь всегда в своих уроках, даже самых простых Показывать все действия, комментировать, объяснять еще какие есть обходные пути Какие могут возникнуть нюансы И даже если я натыкаюсь на какую-то ошибку Я не всегда ее удаляю и переделываю эту часть урока А стараюсь именно показать, как я решаю этот вопрос То есть идет такой как бы живой диалог Ну это так, отступление, я с большим уважением отношусь к трудам Евгения Коминова Мы с ним обменялись даже ссылками на сайт Поэтому это не есть камнем его огород Просто я хочу на этом примере показать, что все-таки в уроках лучше потратить еще несколько минут Чтобы вот эти маленькие опущения все-таки объяснить И тогда человек может изначально начать какую-то тему слушать И понимать все, о чем там говорится И у него не будет возникать таких дополнительных мелких вопросов Давайте вернемся к нашему непосредственному вопросу Я покажу на таком же примере, как показывал Евгений Я вставлю из библиотеки тоже две шестерни таких Вот у нас Я зашел, сразу покажу куда Если у вас не подключена библиотека Это делается через инструменты, добавление И вот тут нужно поставить две галочки Solidworks Toolbox и Solidworks Toolbox Browser Вот я поставил Фото веб нам не нужно, я отключу пока И потом переходим в библиотеку проектирования Те шестерни были взяты из библиотеки ISO И тут есть вкладка Трансмиссия И вот подгруппа Зубчатые колеса Далее в выпадающем списке мы находим Прямозубая коническая зубчатая Зубчатая шестерня Вот мы ее перетаскиваем Держивая левой кнопкой мышки В рабочее поле экрана И нам предлагает открыть эту деталь То есть это мы просто ее открываем Вот у нас она открывается как деталь Но это не совсем то, что мы должны сделать Мы сейчас закроем Мы сначала создадим новый файл сборки Создаем новый файл сборки Пока я его сохранять не буду Мы сразу создадим здесь 3D эскиз Это будет как раз тот эскиз С помощью которого мы привяжем наши шестерни И с помощью которого можно будет Выполнить ту задачу Которую поставлена перед вами Для этого мы через кнопку Создать новый эскиз Выбираем из выпадающего меню Там есть трехмерный эскиз И с помощью трехмерного эскиза Мы создаем вот таких вот две линии Кстати, когда работаем с 3D эскизом Вы видите, появляется вот такая Еще подпись снизу В какой плоскости мы работаем То есть сейчас мы в плоскости XY На самом деле это пространственный эскиз Вот вы можете это видеть Поэтому когда мы нажимаем перпендикулярно То нам показывает ту плоскость Которой мы начали работать Мы можем здесь добавлять любое количество В разных направлениях эскиза Вот мы добавили такой 3D эскиз Его сразу нужно образмерить Давайте поставим где-то 50 И сразу у нас, так как это будет Две одинаковых шестерни Можно размер поставить одинаковый То есть мы выделяем Удерживая кнопку Ctrl Две вот этих линии И нажимаем кнопку равенства Подтверждаем Выходим из этого эскиза Давайте сохранимся Сразу я временно сохранюсь на рабочий стол Так, и сюда мы можем вставлять Уже из библиотеки наши элементы То есть вот эта шестерня Мы ее сюда перетаскиваем Удерживая левой кнопкой мышки У нас появляется вот эта шестерня Сейчас выпадет Выпадающие параметры Тут указываете необходимые вам параметры Я это сейчас рассматривать не буду Цель этого урока совершенно другая Нажимаем ОК И вставляем еще одну шестерню Все, нажимаем Escape Отмена Нам достаточно двух компонентов И вот мы видим Что у нас второй элемент Он свободно двигается Первый у нас является зафиксированным То, что я уже показывал В предыдущем видео Когда мы отвечали Нажимаем правую кнопку На этом объекте Выбираем из выпадающего меню Освободить И у нас этот объект Является уже подвижным Далее мы его можем Спокойно повернуть Выделяем Переходим в сопряжение Выделяем внутренний диаметр И выделяем вот этот вот эскиз Нам предлагает сделать Система совпадений Но нас это не устраивает Мы выбираем вариант концентрический Вот он у нас перемещается И добавляем еще одно сопряжение Берем вот эту грань И делаем ее вместе Чтобы она совпадала с вот этой точкой Вот мы зафиксировали сюда эту шестерню Теперь смотрим У нас эта шестерня Уже имеет все ограничения Кроме вращения Вокруг вот этой эскизи Точно то же самое Нужно сделать со второй шестернью Которая у нас является свободной Мы ее немножко провернем С помощью вот этой кнопки Так что-то она у нас не хочет вращаться А вот И теперь с помощью сопряжения Сделаем точно так же Только надо обязательно Переключать на концентрический Чтобы у нас была соосность И совпадение вот этой грани Совпадение с вот этой вот точкой Так, сохраняемся И вот у нас две уже шестерни Которые вот Одна свободно вращается И вторая вращается Чтобы их подогнать между собой Мы переходим в редактирование эскиза И свободно ставим там какой-то размер 20 Вот смотрите Я даже с первого раза и попал На нужный размер Вот у нас уже Полностью расположены Между собой Две конических шестерни И они вращаются как раз Полностью вокруг своих осей И уже работая дальше с этой сборкой Вы можете выполнять все те действия Которые Делал Евгений Коминов В своем уроке Ну и если вам будет нетрудно Ответьте пожалуйста в сообщении Снизу Для чего все-таки вам нужны Нужны вот эти параметры Просто интересно Для чего Вы интересуетесь таким вопросом Вот и все В принципе На связи был Петр Марценюк Удачи вам в освоении Солида Солида Солида